Друзья, сегодня, когда весь мир празднует праздник Пасхи, Песаха, мы в Израиле это называем, естественно, есть желание поговорить об этом, но немножко в другом ключе. Наверняка в эти дни вы много слышали, или читали, или видели о том, как люди рассуждают о Пасхе. Но мало кто знает, что на страницах священных в описании есть еще то, что называют Песах 2, в соответствии с заповедями Доры. И это отнюдь не о последнем дне Песаха, как это иногда некоторые говорят в череде празднования Пасхального в Израиле. Речь идет немножко о другом. Давайте вспомним, как было дело. Еврейский народ путешествовал по пустыне. Это был уже второй год их странствования. И Господь повелел израильскому народу отпраздновать Песах. И тут произошло следующее, что в стане Израиля были люди, которые были ритуально нечисты. А надо заметить, что Тара, закон Моисея, очень строго предупреждает о том, что ритуально нечистый человек не может прикасаться или не может участвовать в седере Песах в праздновании Пасхи. И Писание, об этом мы в частности читаем в книге Чисел Бамидбар, в 9 главе, Писание нам говорит о том, что были такие люди, были ритуально нечистые люди. И они пришли к Моисею с вопросом, как же им быть. Текст нам не открывает, кто именно были эти люди, но он не показывает нам это. Но предания еврейские говорят о том, что по всей вероятности это были люди, которые несли останки Йосефа и Якова из Египта в землю обетованную. Потому что Йосеф обещал отцу, что он перенесет его останки в землю обетованную и себя Йосеф заповедовал похоронить в земле обетованной. То есть были люди, которые несли эти останки и в соответствии с законом они были нечистыми. А значит не могли участвовать в Седер Песах. И у них возник законный вопрос, с которым они обратились к Моисею Машеробейну. Они его спросили, за что мы страдаем. То есть неучастие в Песахе это боль. И, к слову сказать, заповеди тоже предупреждают о том, что избегать участвовать в Песахе нельзя. Естественно, у Моисея на этот вопрос ответа не было. И он обратился к Господу. И мы читаем с вами в 9 главе книги Бамидбар числа с 9 и 11 стих. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи с ли нам Израилем, если кто из вас, из потомков ваших, будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге, то он должен совершить Пасху Господню в 14 день 2 месяца вечером. Пусть таковые совершат ее с опресноками и горькими травами. Пусть едят ее. Нигде не в этом месяце была освящена Скиния. Именно в этом месяце народ израильский вышел из Египта. В этом месяце нужно было по закону праздновать праздник о Песахе, праздник опресноков. И в следующий за ним месяц считался вторым месяцем. В дальнейшем он получил название Ияр после Вавилонского плена. Получается, вот 14 числа месяца Ияр, в следующий, ровно через месяц после празднования Песах, Бог говорит о том, что в этот день празднуете Песах. Писание говорит нам, что только человек, который, будучи ритуально нечистым, здесь упоминается прикосновение к мертвому, но есть и другие варианты ритуальной нечистоты. Например, от прикосновения к прокаженному или человек, который находился далеко от храма и просто не успел, должен принимать. Больше того, текст, дальше, если бы мы с вами прочитали, мы бы увидели, что текст очень строго предупреждает, что нельзя избегать участия в пасхальной трапезе, преднамеренно, скажем так. То есть избегать участия в пасхальной трапезе просто потому, что не хочу там или по каким-то другим причинам. Там конкретно предупреждается, что таковому человеку следует наказание, вплоть до того, что он должен быть, что он будет истреблен из израильского народа. Однако наши мудрецы говорили, что если человек даже сознательно отказался от празднования Песаха тогда, когда положено, но потом покаялся об этом и решил, что нужно вернуться к Господу, например, или нужно служить Господу, нужно совершить Песах, то он может сделать это вот в этот второй день, 14-го Несана. Почему мудрецы еврейские сделали такое вот? На страницах Священного Писания мы находим один очень интересный эпизод, связанный именно со вторым Песахом. Это была во времена славного царя Хисихьягу или Езекия, как его называет русская Библия. Я напомню, что к тому моменту еврейский народ, это кошмарный, можно сказать, исторический период, под пятой царя Ахаза и его негодной жены Изавель, еврейский народ в большинстве своем ударился в дуло поклонства. Дошло до того, что в храме вся служба прекратилась, двери были закрыты, храм был захламлен, был осквернен. И Езекия, когда пришел к власти, будучи воспитанником священника, он, естественно, не мог мириться с этой. Он приказал очистить храм, он приказал вынести из храма все оскверняющее его, и священники, и левиты очень много трудились, очень много потратили времени не для того, чтобы все сделать, осветить, все как было в соответствии с положениями закона. Однако, так случилось, что они не успели ко времени положенному совершить все, что необходимо для освящения. И тогда мы с вами читаем во второй книге летописи Парлипоминон, 30 глава, 2-й, 3-й стих. Написано следующее. То есть, мы видим такую картину, что много лет при прежнем царе народ израильский не совершал песок. И вот, когда появляется царь, который считает и верит, что нужно следовать за Господом, что нужно бороться с идолами и так дальше, и так дальше, он дает повеление, находит священников, находит левитов, они очень много трудятся. И хотя не успевая, то есть, то, о чем мы говорили, 14-го ияра, совершить празднование Песа. О чем лично для меня говорит эта история? О том, что Господь в милости своей готов всегда, всегда принять человека, расскажившего. О том, что Господь готов давать нам вторые шансы. В эти дни мы в нашем собрании должны были бы читать окончание книги Иоанна, как его называют по-русски. И что интересно, я не верю в совпадение, что как раз пришло время читать нам вот о каком событии. Евангелие от Иоанна, 21-го глава, с 15-го по 17-й стихи. Евангелие от Иоанна, 21-го глава, с 15-го по 17-й стихи. После завтрака Ишуа сказал Шимону Кефе, Петру, Шимон Бар-Иоанна, любишь ли ты меня больше, чем они? Так говорит, тот ответил, да, Господь, ты знаешь, что я люблю тебя. Он сказал ему, паси моих ягнят. Во второй раз он обратился к нему, Шимон Бар-Иоанна. Йоанна, ты любишь меня? Тот ответил, да, Господь, ты знаешь, что я люблю тебя. И он сказал ему, смотри за моими овцами. И в третий раз он сказал, Шимон Бар-Иоанна, ты любишь меня? Шимон обиделся, что он уже в третий раз спрашивает у него, любишь ли ты меня? И он ответил, Господь, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю. Ешуа сказал ему, спаси моих овец. Да, именно говорю тебе, когда ты был молод, ты одевался и шел туда, куда тебе хотелось. А когда состаришься, ты вытянешь руки, и кто-то другой оденет тебя и поведет туда, куда не захочешь. Он сказал ему это, указывая, какой смертью Кефа прославит Бога. Затем Ешуа сказал ему, следуй за мной. Интересная история, слова Иисуса обращены к человеку, который трижды от него отрекся. И мы с вами об этом в Евангелии от Йоханана читаем. И тут он трижды его спрашивает. Знаете, если почитать любого толкователя, в большинстве своем, здесь говорят о том, что здесь используются два греческих глагола, когда идет вопрос и ответ, любишь ли ты меня, и ответ, люблю. Два греческих глагола. Глубоко очень люди вникают в их сокровенный смысл. Агапе, филио. И мы могли бы в это тоже пойти, но думаю, что не имеет смысла сейчас. На самом деле исследователи не сошлись во мнении, почему здесь используется. То есть имеется ли в этом какой-то сокровенный, сакраментальный смысл. Или же речь идет о том, что просто автор пытался таким образом избежать тавтологии. Я бы не хотел углубляться в эти споры. На что я хотел бы обратить наше внимание. На то, что это пример того, как наш Господь дает, возможность дает человеку, раскаившемуся, второй шанс. Смотрите, если мы с вами будем читать, следить за историей Петра, то мы увидим, как смело он следовал в дальнейшем за Господом. Мы видим, через какие испытания он прошел. И хотя Писание нам не открывает точно, но предание говорит о том, что Петр был распят. И когда его распинали, он потребовал, чтобы его распяли вниз головой, что он якобы не достоин быть распят так, как был распят Господь, то есть наш Мессия. Считается, что он умер в Риме где-то в середине 60-х годов. Но гораздо важнее, что он получил этот второй шанс и следовал ему до конца. То есть, это говорит нам о том, что в его жизни, в его сердце произошло покаяние. Это с одной стороны. И с другой стороны, это говорит о милости Бога нашего. В еврейском языке есть такое замечательное слово – хесед. Это слово часто переводится как благодать или милость, когда говорится о любви Божьей, которую он проявляет к верующим. Оно мне очень нравится, это слово. Почему? Потому что оно говорит нам о той великой любви, которую Бог испытывает по отношению к людям. И о том, что он всегда готов давать второй шанс тем, кто готов следовать за ним. К чему я это сейчас вспомнил? Мы говорим сегодня очень много о тех событиях, которые связаны с этим вирусом, карантином. Мы, жители Израиля, сидим в очень жестком карантине. Вплоть до того, что там за каждым шагом нашим. Я, ну, по крайней мере, с точки зрения закона, там нельзя выходить гулять с ребенком дальше, чем на 100 метров от дома. В магазин даже не всегда можно сходить. В тот, который ты хочешь. Не говоря уже о том, что большинство магазинов просто закрыты. Для чего Господь допустил всю эту ситуацию? И каков будет результат? Я бы не хотел вдаваться в апокалиптические рассуждения о том, что подобные вещи надлежат, подобным вещам надлежат быть перед пришествием Мессии. Я бы хотел обратить ваше внимание именно на этот момент. На второй шанс, который мы таким образом получаем от Господа. Смотрите, наша цивилизация, это цивилизация, которая находилась до недавнего времени на столь высоком подъеме, что мы всерьез помышляли о полетах на Марс, строительстве поселений на Марсе. Нам казалось, что мы такие сильные, что нету вещей, которые нам не подвластны. Мы считали, ну не все, может быть некоторые, считали, возможно вмешиваться в судьбы людей. Наши технические возможности позволяют нам делать за считанные часы то, что у людей еще там сто лет назад отнимали долгое время. Но вместе с тем Господь через эту ситуацию показал, насколько мы хрупкие, насколько мы зависимы. Ведь посмотрите, опасность пришла не от какой-то военной машины, не от какой-то мощи великой. Проблема пришла от крохотного создания, которое даже не всякий сможет увидеть. Смотрите, какая ямония. Мы можем запустить в космос ракету, которая прилетит на Марс. Ну, может не сегодня, а завтра. Мы можем связаться с человеком, который находится на другом конце планеты и поговорить с ним, увидеть. Мы можем найти информацию практически о любой стороне жизни, не выходя из дому. Но мы заперты в собственных жилищах и боимся крохотного сотворения Божия, которое может, как некоторые ученые у нас говорят, полностью уничтожить человечество. Ирония. Ирония, которая должна заставить каждого человека задуматься без милости Божьей, без его участия в нашей жизни. Второго шанса не может, но не будет. Без его милости. Что мы можем? В этой ситуации Господь нам дает эту возможность. Но как в истории со вторым Песохом, как в истории с апостолом Петру. В этой ситуации Бог хочет, чтобы мы покаялись и следовали за Ним. Смотрите. Петру, он не просто сказал, прощайся тебе, живи. Он поставил перед ним задачу. Спаси ангцев моих. И мы знаем с вами о том, что Петр до последних дней своих заботился о церкви, заботился о верующих в Машеях. Здесь Бог хочет, чтобы мы покаялись и следовали за Ним. И каждому из нас он готов сделать второй шанс. Мы сегодня находимся как бы в тот период, когда мы между двумя Песохами. Кто-то из нас проигнорировал первый Песох. Кто-то был ритуально нечист. Кто-то просто не захотел его праздновать. Но Господь готов дать нам второй шанс. Если мы раскаемся и решим исполнять Его волю. Вот о чем эта ситуация сегодня в мире. О втором шансе, который открыт для каждого из нас в милости Божией. И за это ему слава. Аня.